Четыре месяца реконструкции и филиал номер два Центральной городской библиотеки на улице Нахимова снова в строю. Еще современнее и удобнее для лиц с ограниченными физическими возможностями. Это уже 14-я библиотека, обновленная в рамках городской программы модернизации. Здравствуйте, гости дорогие! Рады приветствовать вас на нашем празднике в Центральной городской библиотеке. Спасибо. Ремонт библиотеки с перепланировкой помещений проводился с апреля по июль 2015 года. За четыре месяца были отремонтированы залы и фасад здания. Помимо прочего, строители заменили окна. При этом прежний архитектурный арочный стиль удалось сохранить. Обновили и оборудование. Помимо бумажных книг, теперь в библиотеке можно получить доступ к электронным изданиям. Увеличится значительно возможности, потому что то, что мы сегодня сделали с интернетом в этой библиотеке, то, что мы сделали особую доступность для людей с ограниченными возможностями, появились электронные носители. Поэтому я уверен, что здесь все будет хорошо и поздравляю всех мурманчан с открытием еще одного интеллект-центра. В здании библиотеки Нанохимова будут проводиться телемосты, различные квесты, литературные акции и другие культурные мероприятия. Кроме того, в помещение теперь просто попасть людям с ограниченными физическими возможностями. Здесь установлен пандус и расширены дверные проемы. Библиотека, которая всегда пользовалась большой популярностью среди жителей микрорайона, вот такая реконструированность сегодня займет особое, наверное, место в ряду всех этих учреждений, которые здесь существуют. Во-первых, у нее очень большая востребованность. Здесь люди всех возрастов. Я просто провожу здесь приемы и вижу это регулярно, постоянно. Но после реконструкции она еще стала доступна для маломобильных групп населения. Понимаете, это не просто тренд, это не просто обязанность, это действительно забота о тех, кто ограничен в своих возможностях. И действительно, библиотека в Росте востребована. Ее услугами пользуются более 4,5 тысяч читателей. Из них 945 человек молодежь и еще 850 пенсионеры и инвалиды. И к этому часу у нас все еще больше новостей на сайте arcticdefis.ru. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова